Здравствуйте! Вы смотрите программу «По сути дела». Сегодня поговорим о страшных и неизвестных страницах истории Великой Отечественной. Речь об оккупации Курской области. Те события достаточно хорошо описаны и задокументированы, но белые пятна все равно остаются. Есть версия, на самом деле претендующая на сенсацию о том, что в захваченной фашистами Курской области производились медицинские эксперименты над людьми. Некоторые находки поисковиков косвенно подтверждают данное предположение. Об этом мы сегодня и поговорим. А сперва историческая справка. Оккупация Курской области продолжалась от 7 до 23 месяцев в зависимости от района. Некоторые фашисты захватывали дважды. На оккупированных территориях помимо войск вермахта находились венгры, словаки, румыны, финны и даже итальянцы. Но заправляли всем понятное дело немцы. За это время на территории региона захватчики убили более 18 тысяч человек. Полностью сожгли 157 сел и деревень. Часто казни проводили на площадях и улицах, чтобы запугать население. Трупы могли не убирать дни и даже недели. В Курской области действовало больше 30 концлагерей. Сколько людей погибло в них до сих пор неизвестно. Зато осталось огромное количество свидетельств о зверствах фашистов. Иногда в лагерь вовремя не подвозили муку. Тогда обед пропускали. Однажды привезли хлеб после трехдневного голодания. 13-летний подросток украл буханку, но часовой с вышки заметил его, догнал и долго бил. Мальчика бросили в холодный подвал. На следующий день его вывели во двор. Стоял 40-градусный мороз. Его раздели до гола, отвели в угол двора к туалету и начали обливать водой. Узников согнали смотреть. Было страшно. Плакали дети. Мальчик замерз быстро. Скоро перед нами стояла ледяная глыба. Репрессиям подверглось еврейское население. До войны на территории области проживало свыше 6,5 тысяч представителей этой национальности. По плотности размещения еврейского населения Курск занимал третье место в РСФСР, уступая только Москве и Ленинграду. Нацисты уничтожили около трех тысяч евреев, а в некоторых районах всех, кого смогли найти. После снятия оккупации в Курске остался в живых всего один еврей. Другой группой населения, однозначно подлежавшей уничтожению, стали душевно больные. Больше тысячи пациентов областной психиатрической больницы в Сапогово были заморены голодом или убиты при помощи яда. Этот эпизод отдельно рассматривался на Нюрнбергском процессе. Не представляли интереса для нацистов и дети, не способные выполнять тяжелый физический труд. Есть сведения о принудительной сдаче крови курскими подростками для переливания солдатам вермахта. Террору подверглись районы, где действовали партизаны, а зверства, которые учиняли на оккупированной территории венгры, порой возмущали даже немецкое командование. Хотя сами представители арийской расы творили против мирного населения преступления, не имевшие ничего общего с решением военных задач. С середины нулевых в Курске на территории Знаменской рощи ведутся раскопки. Сюда немцы свозили на расстрел мирных жителей. На сегодня найдены останки более трех тысяч человек. Это и мужчины, и женщины, и старики, и дети. Но некоторые находки поставили в тупик даже опытных поисковиков. Это идеально спиленные человеческие черепа. Было найдено больше десятка. Это и натолкнуло специалистов на мысль, что в оккупированном Курске нацисты проводили медицинские эксперименты над людьми. А у нас в гостях Игорь Цуканов, руководитель Центра поиска. Игорь Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Собственно говоря, благодаря вам и появилась эта версия о том, что медицинские эксперименты ставились над мирными жителями. Расскажите про обнаружение этих черепов. Как это все было? Самое массовое, наверное, захоронение – это Знаменская роща. Там было найдено примерно 2780 мирных жителей и 24 солдата, которые в госпитале были захоронены. Они все известны, имена их, но мы их находили и мы точно знаем, что это они, по причине, что они были с шины, там перебитые ноги были, даже термометр нашли. То есть там было госпитале на захоронении. Но самое страшное, конечно, это вот эти вот захоронения мирных жителей. Но, во-первых, я могу сказать, что это большое захоронение. Там доходило до 100 человек, причем очень большой плотности. Это опушка Знаменской рощи со стороны, в ней есть защита от почты от эрозии. И вот мы работали интенсивно, потому что мы начали в 90-е годы первые там пробы были, но интенсивно с 2005 года начали. И прямо первый год попались вот эти вот пиленные черепа. Причем я могу сказать, что без применения, как вот, ну как, что голова должна, во-первых, зафиксирована быть, а во-вторых, резать каким-то инструментом надо, потому что очень точный срез, ни вправо, ни влево. То есть даже сейчас болгаркой там это не сделаешь, потому что слишком ровно это сделано. Для чего это делалось? Это только версии могут быть. Но там внутри находили газеты, находили в крышках Черепова, там разный мусор находили. Причем это не одна штука была. Вот. Выглядит весьма страшно вообще, могу сказать. И, ну просто в поисковом братстве, которое сообъединяет практически все регионы Российской Федерации, давно по этому поводу ходят упорные слухи, что у нас были три лаборатории. Немцы создали три лаборатории по изучению, ну, мозга, по-видимому, и которые находились. Одна в районе Ленинграда была, вторая в районе Севастополя, а вот третью никто не знал до тех пор, пока она нам не попалась. То есть представляете, то есть северная часть, ну, как, для изучения, то есть северная часть нашего народа, там, южная часть и центральная, получается. Ну и как раз центральная получилась. Почему у меня версия эта появилась в Бэтнес? У нас был, работали несколько немецких врачей. Один из них, ну, его больше знает, это Пауль Керн. Он был в то время полковником медицинской службы, врачом 48-го танкового корпуса. И его начальник, Курт Эльман, он генералом был на тот момент. Оба, они оба, ну, вернее, как, Керн больше известен, потому что он связан с убийством больных в нашей психбольнице Сапоговской. Ну, это, в принципе, единственный вообще из всех злоидений, который по Курской области был. Это единственный, который попал в материал Нью-Йорбинского процесса. А второй его начальник, Курт Эльман, он на тот момент был генералом и тоже врачом 48-го корпуса. А позже он стал второй армией врачом. Дослужился до генерала-лейтенанта даже. Есть уголовные дела одного и второго. Они хранятся у нас в архиве управления ФСБ по Курской области. То есть, довольно приличные папки. Вот. И там вот, так сказать, подробности там находятся. Насколько я знаю, попало к ним или не попало, я полностью не видел этих... Я их видел вообще в Голландии, но полностью его не читал, поэтому не могу сказать. Попадал в стране, но факт есть факт. Потому что генералы-полковники, которые очень соображали, они оба в Первой мировой войне участвовали. Вполне возможно, что какие-то эксперименты проводились. Сами они проводили, или кто-то еще приезжал. Но учитывая, что на Заминской роще очень большой процент составляют евреи, которые во время чисток были уничтожены, причем там и мужчины, и женщины, и дети разных возрастов. То есть, как для немецкого врача-изувера, это хорошее поле для деятельности, в общем-то. Понимаете ж? То есть, то же самое у нас известные факты, которые в лагерях на территории Польши, Германии происходили. Это, в принципе, то же самое изучение было. То есть, возможно, это такое дело, по крайней мере. А много таких черепов найдено было? Было, ну, больше десятка было тогда найдено этих черепов. Но все дело в том, что мы тогда нашли вот это вот. Вообще нашли мы в Курске Бережных окрестностей, которые сейчас захоронены на Соловьиной роще, почти 4 тысячи человек. Но вот в этом году, с учетом, что позапрошлого года идет без срока давности такая программа всероссийская, у нас попросили в Курской области опять к этому вопросу вернуться. В этом году у нас были опять раскопки на Знаменской роще в августе месяца. Нашли 45 человек, из них 14 взрослых и 31 ребенок. И опять мало-мало-меньше дети друг по другам. Вот. То есть, даже останки разобрать невозможно было. И опять стреляны. Есть дырки пулевые в черепах, есть дырки в лопатках пулевые. Там есть явно разбитые черепа. Ну, то есть, или прикладом развивали, или чем-то подобным. То есть, история Знаменки не закончена. И похоже, что, ну, если все, так сказать, выгорит, в следующем году ковид позволит нам это делать, вообще большая лахта памяти запланирована, причем федеральному значению. Потому что все эти материалы ушли на Москву. Москва сказали, Курск следующий по крупным раскопкам идет. Сейчас все останки, которые были найдены, сейчас в Следственном комитете. Уголовное дело заведено по этому поводу. По поводу этих черепов с паталгонатомами общались. Что говорят специалисты? Как это все могли? Тогда это было никому неинтересно. Но это сейчас, это интересно, Следственный комитет. Тогда, когда мы тысячами находили, никто не обратил внимания. Ни ФСБ, ни Следственный комитет на это дело. То есть, еще предстоит работа большая. Ну, если мы еще найдем, я думаю, сразу обратим внимание. Игорь Павлович, спасибо, что пришли к нам на программу, ответили на вопросы. И удачи вам в ваших поисках. Спасибо. Всего хорошего вам. Белых пятен в этой истории действительно пока еще много. Многие документы, в том числе материалы следствия по тому же Керну, в большей части засекречены. Но о том, что с его подачи изуверы от медицины могли проводить какие-то эксперименты на территории оккупированного Курска, есть другие, правда, пока неподтвержденные свидетельства. В частности, по показаниям местных жителей, которые отложились, опять же, в архиве ФСБ, он давал указания своим подчиненным врачам проводить эксперименты на беременных женщинах, которые были в Курском роддоме. Часть роддома была отдана под, фактически, немецкую казарму для офицеров. И офицеры мало того, что издевались над роженицами, но и немецкие врачи, которые были там, они экспериментировали с рожающими женщинами. В том числе и существует, скажем так, свидетельство о том, что вскрывали животы на поздних сроках беременности. По словам Олега Аргунова, нет в открытом доступе и сведений, чем занимались институты мозга под Ленинградом и в Крыму. Крупицы информации появлялись в советской печати, в том числе и про характерные спилы черепов, которые делали еще живым людям. Ясно одно, немцы тоже не афишировали свои бесчеловечные опыты. Сами останки в Знаменской роще были найдены случайно, отдельно от захоронений расстрелянных мирных жителей. Но есть во всей этой версии еще одна страшная деталь. Здесь были госпитали для раненых немецких солдат, что здесь были организованы специальные службы по медицинскому обслуживанию вермахта. Все это здесь было. Но нельзя исключать вероятность того, что оставшиеся на оккупированной территории советские врачи могли принимать также участие в этих экспериментах. Потому что даже в случае с Сапогова умерщвлением душевнобольных занимались советские врачи, бывшие работники Сапоговской психиатрической больницы. По официальной версии Пауля Керна расстреляли в городе Иваново, по неофициальной здесь, в Курске. В любом случае он получил единственное, что заслуживал за свои деяния. Историки же, да и поисковики ждут, когда будет снят гриф секретно с документов, касающихся этой истории. У таких преступлений, если не имели место быть, действительно нет срока давности. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова